Еще о красивой игре. В Алматы состоялся самый зрелищный футбольный матч. В этот раз на поле сошли журналистки и топ-модели. Это противостояние уже стало традицией мегаполиса, а матчи всегда превращаются в настоящую схватку. Ранее эти команды одержали по три победы между собой, а как закончилась эта игра, расскажет Бахаджан Урписов. Слезы радости и горечь поражения. Участницы товарищеского матча между финалистками конкурса красоты «Мисс Алматы» и сборной журналисток ощутили на себе всю гамму чувств. Вообще противостояние журналисток и топ-моделей стало давней традицией нашего города. Матчи между оппонентками всегда носят принципиальный характер. За всю историю таких футбольных баталий команды одержали по три победы. Зыбкий паритет делал это противостояние необычайно принципиальным. Команда моделей постоянно меняется, потому что каждый год новые участницы «Мисс Казахстан». Поэтому мы не знаем, чего ожидать от соперников, мы ни разу не видели, как они играют. Поэтому мы будем стараться сначала присмотреться к сопернику, как говорится, а потом уже будем принимать решения, каким способом, какой тактикой будем играть. Сегодня главная цель – это поддержка здорового образа жизни. А потом – это соблюдение гендерного равенства и поддержка женского футбола. Скажите, пожалуйста, на какой результат вы рассчитываете и какой вам приятный будет результат этого матча? Главное – это победа, конечно. Но также я желаю удачи соперникам. В этот раз все было по-настоящему. Торжественное построение команд и гимн республики, дружное приветствие участников и долгожданный свисток арбитра. Это противостояние болельщики ждали с нетерпением. И не зря. Обе команды показали свой характер. Нехватка мастерства с лихвой компенсировалась безумной жаждой победы. И когда удары по воротам достигали своей цели, неподдельная радость охватывала всех футболисток. И хотя финальный свисток арбитра зафиксировал победу сборной журналисток, главная цель этого соревнования – показать, что красота и спорт идут рука об руку – была достигнута.